Engineering Rue Сны о Большом Глупом Носителе МА 02-2015-8-17 Помните байку о разработке космической ручки? Да, она не основана на реальных событиях, но очень наглядно иллюстрирует идею, что простое решение может оказаться лучше сложного. Ракета, построенная по принципу Большого Глупого Носителя Big Dumb Booster Находится не в диапазоне умным глупый, а, скорее, простой и сложный. Привычные нам ракеты-носители выросли из военных баллистических ракет, и при их проектировании эффективность была важнее стоимости. Но, если мы собираемся осваивать космос, то нам нужно много ракет, и сложные бывшие военные ракеты становятся слишком дорогими. А что, если попробовать сделать ракету сравнительно простой, но экономически выгодной? Кратко о других способах. В предыдущих публикациях серии рассказывалось о других идеях облегчения доступа в космос, многоразовость. Ракета дорогая, топливо дешевое, давайте использовать ракету многократно. Если бы все было так просто, то спейсы-шаттлы летали бы сейчас десятками и сотнями в год. Многоразовые системы очень зависят от затрат времени и денег на подготовку к повторному полету, и здесь шаттлы проиграли экономическую конкуренцию одноразовым носителям. Сейчас многоразовостью занимается Илон Маск, но ему еще долго двигаться в этом направлении, пока не было ни одного полета повторно использованного «Драгон» или «Фулкин», не говоря уже о регулярном повторном использовании для того, чтобы можно было оценить экономическую эффективность. Воздушный старт. Идея запускать ракету-носитель с летящего самолета предлагалась во многих проектах. Однако, на сегодняшний день только Ирэн легкого класса «Пегасос» использует эту схему. Из заметных разрабатываемых проектов идет строительство самолета-носителя проекта «Стритолаунч» под более тяжелую ракету «Сингл-стейдж-то-орбит». Идея многоразового космоплана, стартующего с аэродрома, выходящего в космос и возвращающегося обратно. Известен проект «Скайлен», но по нему в последнее время не было заметных новостей. Безракетный космический запуск, космический лифт, петля Лофстрома, космические фонтаны и прочее, и прочее. Пишут об этом часто, вот, например, свежий обзор, поэтому я не стал делать свой, или, думаете, стоит. Но ВОЗ и ныне там. Подобные технологии имеют три огромных недостатка. Почти для всех проектов требуются материалы и технологии, которые человечество еще не умеет делать. Стоимость такого сооружения поистине космическая, и строится оно будет долго. Проблемы с расчетом сроков окупаемости и невозможность эксплуатации частично готового сооружения для подтверждения концепции. Первый монстр. Корабль обеспечения предлагалось использовать атомный авианосец. Методом электролиза разлагал воду на водород и кислород. Жидким водородом заполнялись баки топлива второй ступени, а кислородом – баки окислителя обеих ступеней. После заправки балластные танки первой ступени заполнялись водой, и ракета становилась в воде вертикально. Старт производился из частично погруженного положения, ожидалось, что «Си Драгон» сможет выводить примерно 500 тонн на низкую околоземную орбиту. Простота конструкции должна была обеспечить стоимость выведения в диапазоне доллар шестьдесят шестьсот за килограмм, в разы меньше существовавших тогда ракет. Единственный двигатель первой ступени создавал тягу 36 тысяч тонн, но не представлял особой технической сложности. Давление в камере сгорания не превышало 20 атмосфер, и топливо подавалось без сложных турбонасосов, давлением газонаддува, так называемой «вытеснительная подача». Двигатель второй ступени имел тягу всего 6 тысяч 350 тонн, а давление в камере сгорания всего 7 атмосфер. Для сравнения, давление в камерах сгорания современных ракетных двигателей достигает 255 атм, РД-191. Корпус ракеты изготовлялся из легированной стали толщиной 7 мм и был несложнее корпуса подводной лодки в производстве. Собственно говоря, ракета и должна была производиться на верфи. Проект был рассмотрен судостроительной компанией «Тодж Шепьядс», которая подсчитала его выполнимым. Экономические и инженерные расчеты были подтверждены компанией «ТРВ». Уже зашла речь о покупке участка побережья под космодром, но бюджет «Наса» начали сокращать. Из-за нехватки средств был закрыт весь отдел перспективных разработок, занимавшийся «Си Драгон» и проектами пилотируемых полетов на Марс. А «Аэрожет» не могла выделять средства на разработку такого циклопического проекта самостоятельно. Почти взлетевший «Оттраг» Луц Кайзер мог быть известен уже более 30 лет как первая часть на ракетостроитель. Ученик Зингера, Луц основал компанию «Оттраг» орбитальный транспорт и ракеты, и убедил Вернера фон Брауна и Курта Дебуса войти в команду после их выхода в отставку из «Наса». Идея новой ракеты-носителя состояла в использовании простых блоков, которые должны были производиться массово и, поэтому, быть очень дешевыми. 1. CAPU – Common Rocket Propulsion Unit Стандартный ракетный блок представлял собой трубу длиной 16 метров и диаметром 23 сантиметра. В блоке размещались баки топлива, керосин, окислителя, тетраксид азота и азотная кислота в равных пропорциях, наддува, сжатый воздух. Баки разделялись плоскими переборками. Внизу был установлен простой двигатель с абляционной теплозащитой сопла и тягой 2,5 тонны, клапаны, батареи электроника. Особенностью конструкции ракеты была пакетная установка ступеней. Сначала работали блоки с наружной части пакета, затем внутренние. По расчетам, для вывода одной тонны на орбиту нужны были три ступени, из 4, 12 и 48 блоков. Пакетная компоновка приводила к тому, что ракета получалась относительно короткой и широкой, и, в теории, могла запускать большие и широкие спутники. Для запуска более тяжелых грузов надо было просто взять больше блоков. С точки зрения привычного нам критерия соотношения полезной нагрузки и стартовой массы ракета получалась неэффективной. Для того, чтобы вывести на орбиту 8 тонн, чуть больше современного Союза, требовалась ракета начальной массой 800 тонн, в два с лишним раза тяжелее Союза. Для того, чтобы вывести 128 тонн, требовался монстр начальной массой 12800 тонн, в четыре раза тяжелее Сатурна. В. Выводившего примерно столько же. Отрек. Должна была выиграть за счет экономической эффективности. Массовое производство конструктивно простых блоков, десятками тысяч в год, должно было сделать их очень дешевыми. Шесть двигателей на испытательном стенде. Автоматизированная линия производства. CRPU. Рисунок старта сверхтяжелой версии. Отрек. В 1975 году компания. Отрек. Подписала контракт с зеиром о строительстве космодрома в провинции Катанго, сейчас территория Конго. С точки зрения физики все было логично, космодром находился возле экватора, в удобном для космонавтики месте. Первые полеты испытательных четырехблоковых ракет начались в 1977 году. Ракета на стартовой площадке. Испытательный пуск. Не включился один двигатель. Уникальное видео визита какого-то высокого заижского начальства и того самого неудачного пуска. Click to view. Проблемы начались, когда в дело вмешалась политика. Во-первых, развитые страны опасались, что ракеты будут использоваться для военных целей. Да, они были бы крайне неэффективны в такой роли, но слаборазвитым странам Африки любая ракета лучше, чем ничего. Во-вторых, развитые страны не хотели экономического конкурента своим ракетам-носителям. СССР, США и Франция совместно начали кампанию по дискредитации. В СМИ и стали оказывать политическое давление на Зайр. В 1979 году была вынуждена покинуть страну. Испытания в Западной Германии были крайне затруднены по политическим причинам. И в 1981 году компания построила испытательный полигон в еще худшем месте – Ливии. В 1982 году Западная Германия присоединилась к договору о нераспространении ракетных технологий и перевозка произведенных ВФРГ-блоков в Ливию стала невозможной. Несмотря на обещания, Муаммар Каддафи тут же конфисковал испытательный полигон, и ливийские инженеры попытались продолжить проект. К счастью, потому что это уже явно была программа разработки баллистических ракет, посмотрите на пусковую, ничего у них не вышло, и проект был остановлен окончательно. За время испытаний было проведено порядка 6000 испытаний на стенде и примерно полтора десятка суборбитальных полетов в одноступенчатой четырехблочной конфигурации. За 1975-1987 годы проект «Оттраг» обошелся примерно в 200 миллионов долларов. Большой глупый носитель сегодня. Лутскайзер жив и достаточно активно общается с частниками новой волны. «Армадилло Аэроспейс» Джона Кармака и другими. Компания «Интерорбитал Системс» разрабатывает ракету «Нептюн» такой же компоновки. А «Армадилло Аэроспейс» хотела сделать весьма похожую ракету «Стиг» и использовать ее как геофизическую. «Клик-то-вью» драматическая авария. «Клик-то-вью» из заметных проектов также стоит отметить «Хит-1Х», в котором еще упростили конструкцию, заменив же «РД» на гибридный двигатель на топливной паре жидкий кислород – полиуретан. К сожалению, «Хит-1Х» разбился в одном из испытаний. Новая версия «Трейдмарк» 65 «Толденск-Джелд» сгорела во время стендовых испытаний. Сейчас «Копенхейген Сабабитлз» делают новую ракету. В 2006 году проект «Аквариас» компании «Спейс Системс» «Лорал» участвовал в конкурсе «Котс» доставка груза на МКС частной компанией, но проиграл. Особенностью проекта было использование топливной пары кислород – водород, что достаточно сложно для простой ракеты, и всего одна ступень для вывода на орбиту 1 тонны груза. В России идеи большого глупого носителя реализуют проекты «Рентаймир» от компании «Лин Индустриал». Низконапряженные двигатели, некриогенные компоненты топлива, модульная пакетная компоновка – все это должно максимально снизить стоимость пуска. Более тяжелый «Адлер» «Алден» использует двигатель первой ступени «Союза РД-108» и рулевые камеры от него, подозреваю, по тем же причинам, двигатель уже есть и давно производится серийно. Любопытно, но иногда к концепции «БДБ» относят российские ракеты-носители в целом. Например, «РН-Союз» использует двигатели, которые не находятся на пределе возможностей современной технологии. Но она очень надежна, производится серийно, сравнительно дешево и поэтому крайне успешна. Но, поскольку наши ракеты не разрабатывались специально как простые и максимально дешевые, вопрос применимости к ним концепции «БДБ» остается дискуссионным. Будущее. Что же касается будущего, мне кажется, что этот путь потенциально очень перспективный, и у меня есть два аргумента. Аргументы технологии. Современный ракетный двигатель – очень сложная штука. Множество деталей сложной формы, произведенных из специальных высокопрочных материалов при помощи сложных производственных процессов с очень маленькими допусками по точности, все это не может стоить дешево. Теперь представим себе ракетный двигатель, который напечатан на 3D-принтере и специально спроектирован для того, чтобы быть простым. Да, он не будет эффективным с точки зрения физики, у него не будет рекордных показателей по давлению в камере сгорания, тяге или удельному импульсу, но мелкосерийное производство таких двигателей может оказаться очень экономически выгодным. Они также не должны быть многоразовыми, на определенном уровне технологии их будет проще переплавить и распечатать снова, чем пытаться перебирать и дефекто скопировать. Аргумент от истории техники, когда человечество по-настоящему освоило компьютеры и микропроцессоры. Когда они стали появляться на городских свалках, в 60-х и 70-х годах мощные ЭВМ были относительно распространены и уже влияли на нашу жизнь. Но для следующего качественного перехода потребовались пусть и менее мощные, но дешевые и доступные персональные компьютеры. Для производства микросхем требуются высокие технологии, но отдельный чип сейчас может стоить копейки. Ту же ситуацию можно найти и в других областях. Пулемет «Максима» изменил поле сражений, но следующим качественным шагом стал автомат «Калашникова», с менее мощным патроном и меньшей дальностью прицельной стрельбы, но технологичной для условий массового производства. В авиации реактивные двигатели дали возможность достигнуть сначала околозвуковых, затем сверхзвуковых скоростей. Но сейчас высокие технологии используются для снижения стоимости полета, а сверхзвуковые пассажирские лайнеры вымерли. Мне кажется, эти аналогии могут быть применены и при попытке предсказать будущее ракетной техники. Диалектика разъясняется.